Нет, мы с Габулечкой едем на пейнт-класс. Первый активити, который Габуля будет делать в своей жизни. Да, бабуся? Мы очень довольны. Мы едем знакомиться с учительницей. И рисовать. Купили такие карандашики, специальные фломастеры. Мы знаем о том, какого они цвета, только по их колпачку. Потому что, например, если мы его откроем, он будет внутри белый такой. Например, если мы откроем любой другой, он белый будет. Вот Габи рисует синеньким, а он беленький. Это называется messless, то есть они руки не мажут. Они ничего не мажут, им надо очень аккуратно рисовать. И на специальных листочках. Да, секунду, Габочка, дай я тут покажу, вот как это выглядит. Ой, прилипло. Вот такие вот краёла фирмы. Вот такие вот специальные карандашики. Вот мы их купили. Видишь, Габи, вот такие должны быть волосики. Вот эти девочки, они вот здесь вот. Так что разукрашивай. Молодец. Да, это папа купил красивые такие. Маме выбрало только, а папа заплатил денюжки. Как красиво Габочка рисует. Маме, мы делаем. Так, привет, дорогие друзья. Приветствую вас со своего бэкьярда. Сегодня у нас уже какой-то там августа. Уже практически конец. Время подходит к школе. И наши приготовления я вам покажу отдельно. У нас их немного, но есть. Сегодня я вам хочу показать, как я делаю забор. То есть забор у нас уже покрашенный, вы знаете. Мы установили, вот я вам показываю, сеточку такую, чтобы мелкие грызуны, такие как мышки в основном, не пролазили через вот этот вот низ. Ну, насколько мы могли это закрыть, запаковать, мы это сделали. Сейчас нужно это все закрасить, чтобы оно не так сильно выделялось. Потому что, видите, на общем виде видно, что эта сетка внизу, она некрасивая. Мы ее сейчас закрасим. Погода сегодня не жаркая, очень приятная. Дошка вышла мне морально помогать, сидит здесь возле меня. Покрывать мы будем той же краской, что и забор красили. Это не совсем краска, это специальное покрытие. Я уже давно его показывала. Woodstain. Морилка, наверное, по-русски это правильно называется. Семи-трансперент. Ну, как бы она не совсем подходящая для железа. Но мы ей просто покроем, так как это та же самая. Вот, кстати, стол я красила ей же. Видите, уже облез ей, когда мы только въехали, уже 4 года стало. В общем, короче, сейчас нанесем, посмотрим, как это у нас получится. Значит, что хочется сказать. Вот, вы видите, я раскрыла краску. Вот что, ну, это не краска, это вот этот стейн. Он достаточно водяной, на водяной основе, не на маслянистой. И вот, вы когда мешаете, видите, он не такой густой, как краска, а он такой жиденький. Ну, в любом случае, конечно, его нужно размешать. Вообще, у нас банка эта все время стояла перевернутая. Сегодня я заранее ее перевернула обратно. Ой, между ногами проскочил чипманг. Да, вот сейчас между ногами проскочил, господи. Вот. Так что, тут я так ногу стою, держу, и у меня он пробежал. В общем, вот мы помешали, так что она, в принципе, хорошо уже была перемешана, потому что она стояла все время в перевернутом виде. Сейчас я ее вернула на обратную козитку, так сказать, ногами вниз. Вот. И сейчас работая в перчатках, уже по опыту знаю, чтобы не замазаться. Хотя это не та же краска отмывается рук, а это еще легче отмывается. Но все же, такая моя широкая кисточка, которой я работала в прошлых годах. Если вы помните, я показывала, как я красила забор. Это было буквально, по-моему, на второй год, когда я приклеил в одно. Сейчас я подкрашу. Я думаю, что, в принципе, это не возьмет много времени. Заборчик. Вот так вот как-то. Продолжение следует... Можно увидеть, что, конечно, оно не так ложится, как ожидаешь. Потому что все-таки это железо, а не такая с поверхности. Не очень удобно, но все равно лучше, чем было белое. Чтобы оно как-то хоть сливалось. Так, нужно сказать, что работа понемногу двигается. Оказалось, не так просто открасить дырки. Как только прикасаешься кисточкой, оно все сразу проваливается. Поэтому краски совсем чуть-чуть. Оно, конечно, оригинально получается. Видите, очень сливается с забором. Вообще его не видно. Сейчас проблема в том, что я думаю... То есть не проблема, просто берет больше времени вот это вот махаться с этой кисточкой. У кого есть спрей, хочет сделать это лучше спреем. Ну, если цвет как бы совпадает с забором. Спреем было бы прикольнее. Быстрее. Тут трешь вот эти вот, получается, дырки в сетке. Ну, вот они мелкие-мелкие. Вот. И как бы на пустом месте. Плюс провел второй раз по тому месту, где уже провел до этого, и краска забирается. То есть надо в обе стороны вверх и вниз водить, вправо, влево. Чтобы все это прокрасить. Чтобы за твоими же движениями оно все не посползало. Ну, так более-менее аккуратно все слилось. Ну, что. Мы закончили. Взяла это, в принципе, меньше часа. Ненамного меньше. Вот. И так это все выглядит. Намного эстетичнее, конечно. Не видно этой полосы. Детки сидели со мной, но сейчас решили зайти, потому что что-то припарило их солнышко. Наша вишенка вымахала. Виноградик. Новый кустик здесь у нас. Вот. А вот я еще хотела посмотреть, что у нас с перцами. Малина. Вон как хорошо взялась. Один куст. Это второй куст. И там третий. Тут все смешалось воедино. Непонятно уже где что. Третий куст. Это наш этот... Как всегда забывая его на русском агрус. Помидоры ужасные в этом году мы купили. Мелкие какие-то. Там две с половиной штуки, грубо говоря. Так, тут еще перчики. Три перца. Два уже почти дозрели. Еще чуть-чуть. Вот он тут зелененький. А этот тоже еще тут немножко зелененький. Этот еще доделывается. И там еще у нас оранжевый перчик есть. И зеленый перчик. Вот оранжевенький уже в принципе готов. Можно его сорвать. Вот перчик. Такой небольшой. Еще есть зеленый. И вон черри. Черри, конечно, ужасные. Потому что они и мелкие. Вот зеленые попки это еще не готово. Вверх фиолетовые. У них они должны быть красные. Ну вот как вот у этой. Вот как у этой. Эти еще зеленые. Вот здесь что у нас? Вот красные. И надо сорвать. И то я записываю видео. Подожди, сынок. Так. Вот это вот нужно уже сорвать. Но они мелкие. Ужасно. Ужасно мелкие. Так. Ну срывайся. И вот эти два. Там еще должны дозреть. Видите, они аж почти черные. Но они зеленые снизу. А значит... А здесь еще два перчика, я думала. Один, а их там два. Один, а с ним второй висит. Сливка. Посмотрим, как возьмется. Здесь несколько сортов слива у нас на этом дереве. Как оно возьмется в следующем году. В общем, такой вот наш небольшой огород. Вот. Будем заходить в дом. А то что-то как-то ветерок. Хорошо, но жарковастенько немного. А у нас пришла обувь. Мы купили опять к школьному учебному году. Так. Каждый раскрывает свою. Так, смотрим. Осторожно. Главное не порвать бумажку, которая в серединке там вставлена. Давай, Габусь, ты уже почти оторвала. Не бойся, не бойся. Рыви, рыви. Да, вот так вот так сильно. Молодец. 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 Сейчас Сытошка даст. А я не дам. Не-не, да не в ту сторону ты, сынка, режешь. Вот с той стороны, зайкулька. С той стороны, чтобы можно было удобно смотреть. Ну, раскрывайте, раскрывайте свою обувь. Капу. 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 Да. Какие красивые, Габи, да? Это может быть и эндур или аудур. А у Идошки, покажи, нам не тряси. Да, это твоя обычная модель. Только пятый размер уже. И синие. Вот такие. Эйбуки у Габи на самом деле будут еще. Ей просто тоже надо индур и аудор. И у нее ножка тоже выросла. Это не надо, Зайкулька. Это в смысле надо, не надо показывать. Вот здесь такая липучка, чтобы ей было удобно одевать. Как бы фейк сделано, что как будто здесь нужны шнурки, но они не нужны. А ну, Габусенька, одень. Идошенька, ты тоже одень, покажи. Я хочу гифт кард. О, это папе гифт кард. Даш. Вот, красиво. Идоша, померяй. Давай, надо померить, посмотреть, что вы можете ходить. Это выглядит, как это фейк. Да, это надо расстегнуть. Там такие заклепочки есть. Надо их расстегнуть. И одеть. Все на липучках, чтобы удобно было. Габи придут еще потом одни кроссовочки. Со смайликами разными. Так, давай, одевай. Молодец, Габуля. Здесь есть гифт кард, я даю тебе 500 долларов. Давай, Габуль, засовывай ножки. Ну, Габуль, засовывай ножку. Что? Ну, ты засовывала почти, но она не может одеть, потому что она не соображает. Надо носочки просто. Носочки, да. Под это надо носочки. Идошка вон надела. Встань, Идош, сидя никто не меряет. Ты должен ходить и чувствовать, где твой палец. И одеть две ноги, а не от носочек. Идошка, повернись боком, Гадоша. Вау, как красиво. Смайли фейс. Одень второй. Мам, я буду иметь смайли фейс. Смайли фейс, да. Смайли фейс будут еще у тебя другие кроссовочки. Ну, как, они тебе, Габуся, пальчики. Я верю тебе, они как раз еще. У, большие. Да, как раз будут еще на следующую весну. Мам, Бицкой. Дети, Рубика, конечно. Одевай второй. Молодец. Правильно так надо расстегивать. Молодец. Мам, Бицкой. Дедушка тут прыгает. Встань, Габуська, не сидя, встань. Это окей. Да, давай. Встань. Встань, ты просто стой, не сидя, тебе тяжело одевать. Молодец. Маляпучка. Ой, как. Ну что, Габуся, тебе удобно? Тебе нравится? И Даша, как тебе? Тебе нравится? А ты что-то недоволен? Тебе не нравится цвет? Там просто не было другого цвета. Там был этот. Был этот и, по-моему, голубой такой. Light blue, еще мор blue. А, нет, dark blue. Папа, это все. Тебе не нравится? It's okay. It's okay? Терпишь это, да? Ты будешь терпеть? Это была на кромке, две коробки. Две коробки было, да. Две упаковки были. Все хорошо. Петушка? Все хорошо? Да. Окей. Давно не показывала вам свои готовочки, то есть покупочки в Костка. Ну, покажу, потому что сейчас с детьми ходила последний раз и как-то столько народу. И, в общем, всегда спешу. Сейчас я вот буду обжаривать грибочки. Я купила в Костка. Я их помыла. Шампиньончики сейчас я их нарежу, потому что обычно беру порезанные, порезанных не было. Вот уже лучок я порезала. Сейчас я его буду обжаривать. Пока он будет обжариваться, буду нарезать колечками грибочки и обжаривать на сковородочке в сметане. Итак, грибы нарезаны. Достаточно крупно. Они все равно ужарятся, пока будут жариться. Лучок уже обжаривается. Ну, так я люблю вообще вот такие жарные грибы, особенно вот картошки, это вкусно. Просто на хлеб намазать. Это вкусно. Гадя, змея у тебя есть? Подруга подарила змею. Сейчас клубничку надо нарезать. Ветер пустит клубнику, сейчас помою клубничку. Буду их кормить. Вот, призолотился немножко. Можно выкладывать грибы. Грибы. О, я не могу. Просто, не tactile. Я бы, не 15, не буду. Все равно, я буду воду. Я буду все равно. Какие, я буду делать. Какие, я могу. Я не могу. Я буду��아, теперь я люблю. Вот уже как ужарилось, все, я подсорила, сейчас они еще тоже дополнительно выпустят водичку, будут тушиться, что когда так более-менее влага уйдет, добавлю сметану. Протушую со сметаной минут 5-10 и все, готово. Так, вот они обжарились, сейчас жидкость пошла, сейчас я буду добавлять сметану. Крас Journey ! Мам, я меня 8-10 и Митиль, rice! �ова! Мам, я мне 8-10 и митиль. Далее, попробуемся? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Найс Сейчас мы немножечко подвернем, чтобы они были немножко такие красивые закрученные линии нашей радуги Можно сделать и так Видишь, можно прям вот так завернуть, видишь, Габи? Окей Хочешь, чтобы мама так сделала? Да-да-да Хочешь? Все, клейте Нравится это тело? Да Куси Ядошке тоже нравится? Ядошке тоже нравится? Хе-хе-хе Тоже интересно Габуля, ты что делаешь? Покажи нам Иди покажи, как ты моешь диванчик Пошли Пошли Покажи, Габуленька, что ты делаешь, зайчик мой? Ой, а ну-ка, давай посмотрим Так Я люблю тебя Я люблю тебя Я люблю тебя, моя зайка Так, Габи берет тряпочку, у нее водичка с мылом И она что делает? Вашинг Вашинг диванчик, да? Покажи нам, как ты умеешь красиво мыть Молодец Молодец Вот, тебе нравится, Габи? Нравится, да? Нравится Вот так, чтобы чистенько все здесь было Видишь? Вот здесь еще можно потерять Стре Видишь, здесь грязно, видишь? Вот это надо, чтобы не было грязненького Молодец Тут у нее музочка Такая, чтобы подбадривала ее Все, молодец, умничка Молодец, мой Фразы И что еще есть Молодец Можно я взять шарпи? Да В самом деле, я использую мои маркеры Маркеры? Можешь шарпи нарезать тоже Габи, какая ты молодец Тебе нравится, Габуля? Габи, тебе нравится? Ой, а что это у тебя? Что это у тебя в ручке? Как это называется? Корнфликс Корнфликс И куда ты его, что ты с ним делаешь? Клеишь его на бумажку, да? На клей Старайся не лить много клея на одну точку, хорошо? Да Догай Догай Молодец Молодец, Кучак За два дня Газета готова Сейчас мы ее торжественно привесим Начнем наш учебный год С новой газеткой Стенгазеткой С новым... Как оно называлось? Инспирайшнл Инспирайшнл Что-то Инспирайшнл Борт Инспирайшнл Борт Вот Будем вешать Надо его вниз, вверх Чуть-чуть вверх Чтоб ровно было Ровно? Мне кажется, это криво, нет? Все, поздравляю Ура Это вечер перед поездкой в Монреаль Собираем сумки И завершаем наши летние каникулы Поездкой в Монреаль До следующего видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok